Самая многочисленная политическая партия региона готова к переменам. Название сегодняшней региональной дискуссии обновления 2018. Единороссы в таком формате работают впервые. На четырех площадках обсуждают, как партии стать более современной и эффективной, как расширить общение с избирателями, как конкурировать с другими партиями и как депутатам решать конкретные проблемы населения. Усиление обратной связи с жителями региона, чтобы жители имели возможность напрямую задавать вопросы депутатам местного уровня от партии «Единая Россия» и, соответственно, передавать свои обращения в первичные партийные организации. Прозвучала идея о том, что надо более активно проводить обучение членов партии по различным вопросам. Всего на дискуссию было подано 2000 обращений от 100 с лишним партийцев. Главный вопрос – как сделать партию более современной, хоть у «Единой России» большинство мандатов в ЗАГС собраний и Горсовете Владимира, а позиции по сравнению с предыдущими выборами сдали. Политологи поясняют, по результатам соцопросов, больше половины жителей региона причисляет себя к бедным, соответственно, хочет перемен. А требования у владимирцев простые. Просит справедливости в обществе, равенства и, наконец, самореализации. Оказалось, что у граждан очень сильно желание что-то сделать для региона, но многие из них просто не знают, где и как приложить свои силы. Это отмечается и в группах. Мы по социальным стратам их делили, и в группах предпринимателей более-менее успешных, и в группах бюджетников, и в группах работников культуры и так далее. То есть у всех есть желание и возможности ресурсы что-то для региона сделать, но не все могут найти эти возможности. Проситных проектов сейчас много. Только не все о них знают. Значит, информировать население нужно лучше. За работу с молодежью отвечает молодая гвардия. Именно эта организация помогала реализовать один из последних проектов – школу проломентаризма. Он связывает депутатов разных уровней со школьниками и студентами. Молодежь может спросить депутатов о том, что ее волнует. Наш актив – это ребята от 16 до 30 лет. Это школьники, студенческие лидеры и просто активные ребята. Соответственно, мы знаем, чем живет молодежь, что сейчас интересно, чего не хватает и какие проблемы она испытывает. Соответственно, можно более эффективно среагировать на какую-либо ситуацию. И постараться ее разрешить или хотя бы улучшить. Еще одна проблема, которую сейчас партии необходимо решать – это общение с населением, уверен секретарь регионального отделения партии и председатель ЗАГС Собрания области Владимир Киселев. Власти над решением важных вопросов работают, но жителей об этом оповещают недостаточно. Единороссы сейчас занимают руководящие посты в администрациях почти всех уровней. И чиновникам необходимо быть более открытыми для диалога. Если человеку партия доверила возглавлять район, возглавлять какое-то муниципальное образование, то, соответственно, этот человек не должен почивать на лаврах. Он должен, во-первых, полностью отрабатывать эту должность, во-вторых, в обязательном порядке уметь общаться с людьми, рассказывать людям, ни в коем случае не бегать от людей. Я знаю случаи, когда чиновник районного масштаба прячется в кабинете. Итоги работы на площадках подвели на пленарном заседании. Такой формат дискуссий вполне возможно для партийцев станет традиционным.